Так, о моем опыте спасения абрикосов от выпривания прошлой зимы, он оказался частично удачным. Ну, я бы не сказал. Итак, значит, ну, сейчас я глотаю, а вы читайте, что это написано. Ну, кто не хочет читать, объясняю. Итак, посажены были. Вот они, бутылки, вот они сажены. Я так никогда не делал, до пола бы не пришло. Даже при том, что у меня снега, когда редко-редко вышли щеколотки. И можно было, в принципе, попробовать. Ну, зачем пробовать? Вот она за нас все решила. Видите? Вот они. Все. И результат. Внимание. Пришла весна. Нагрелась бутылка. И приехали. То есть, все получилось точно сюда наоборот. Так что, спасибо, что вы нас научили, как не надо спасать от выпривания корневой шейки. Ну, любой результат. Я считаю, это польза. Я даже вам благодарен. А это питомник, то ли мой, то ли Железов. Снимку несколько лет. То ли Сергея. Это уже как? Привито. Бывало, снег раскапывали. Бывало, уже снега нет. Привито. Потом снег выпал. Ну, не на большое время выпал. И там, в принципе, сухо. То есть, там уже не созданы такие условия, как бы, вот такие, чтобы гнило. А вот. Но это уже прививки. Вот прививки я тут приветствую. Пожалуйста, повторяйте этот опыт. У вас удлинится лето на месяц, на два. Как бы, как бы удлинится. И тогда они осенью вызреют. Разница между моими. Ой, королевский не вымерзает. Ой, этот академик не вымерзает. Да не может такого быть. Да, ты как? Сорокий не вымерзает. Да вот так. Надо, чтобы почка вызрела. А что она вызрит, когда на исторической родине, там, у этого же Королевского в марте она цветет. А у нас это, в апреле, вот он. Это апрельский снег, кстати. А у них в марте цветет. Откуда же она возьмет этот месяц-два-то? Вот. У нас зима считается, это самое. Ноябрь это 100%. А то еще и в октябре снег выпадает. Вот. А у них показывали же эту Францию, откуда этот Королевский. В январь месяц в шерзлонгах сидят в купальниках. И жмурятся на солнце. Плюс 15. Вот. Видите? Тут звонили мне товарищ, подружился с Брянской области. Это же Юг России, если ничего не путаю. У меня же по географии пятерка была тоже. Вот. Все докапался. Начитался, насмотрелся мои фильмы. Все докапался. А где ваши корневые шейки? А где ваши пятнышки? А где ваши... А подвоем что у вас служит? Вот. Единственное, что точно понял, везде подвои только эти. Искусственная из палки пророщена. Вот и все. Вот. Ну, естественно, что никто не торопится переходить на эту технологию. Так, оценила вот здесь видеофильмы, да? Я хотел потом кое-что отсюда показать. Потом понял, что я тогда опять ничего не успею, как обычно, закончить. Мне хотелось бы хоть один раз закончить. Вот. Здесь, кому надо, вышлю. А может быть, вы тут сможете открывать. Вот кто получит ролик, я понятия не вижу, сможете открывать. Вот. Дело в том, что... Вернобельские премии, это самое малое. И пять премий этих государственных российских. Вот здесь. Видите, мировое открытие скромное. Вот, слава богу, скромно. Вот. Вы знаете, меня всегда удивляло, я не буду дальше говорить. Я просто хочу сказать, меня всегда удивляло, да? Восемнадцатый век, девятнадцатый век, вот, да, появились ученые. Они такого же города, как я. Принцип тоже. О чем вижу, о том пою. Доперечь до того, что бога отринули сходу, с порога, да? Вот. А раз отринули бога, значит, не было райского сада, не было культурных плодов. Ну, значит, человек из этой Дикой Сибирки, да? Посмотрите на мизинец на ноготь. Взяли и в течение тысяч поколений получили килограммовое яблоко. Дурь сказки. А уже теперь осмыслить по-другому, что нет, сперва было килограммовое яблоко. А потом начались эти самые, то, что побили изгнание из рая, а по-простому, это самое, катаклизмы и одичание. Вот. Представляете, сколько всего надо было переосмыслить? Представляете, нет? Вот. И как детей надо учить? Ладно. Тут их 300 с чем-то. Проехали, пойдем дальше. Продолжение следует...